всем привет как говорится по просьбе телезрителей сегодня решил рассказать про этот автомобиль как я его покупал как я его делал как я на нем путешествовал какие изменения нужно внести чтоб был 412 мотор здесь в общем все все расскажу сейчас я его помыл после зимней стоянки сейчас еду за маслом надо будет поменять масло заодно полезу под машину и всем расскажу что там и как переделаны и все покажу в общем начну свой рассказ я с технической части как все я делал и что делал и начнем наверное с подкапотного пространства значит почему именно 403 я в видео про голубой 403 экспортный рассказывал историю этой модели чем 403 москвич это фактически 7 кузов с потрохами 408 соответственно здесь подвеска как на 408 гидравлическое сцепление вот представлено ну соответственно 12 мотор сюда встает без проблем по посадочным местам я имею ввиду по габаритам есть определенные проблемы сейчас про них расскажу значит чтоб поставить 12 мотор 403 москвич нужно во всем кузове просверлить всего четыре отверстия два отверстия это чтобы закрепить 412 радиатор вот а чтоб крыльчатка не задевала радиатор потому что мотор длиннее эту крыльчатку надо чуть-чуть подрезать потому что иначе она будет цеплять за нижний бачок радиатора потом значит что еще катушка на 40 третьем висит вот там для этого я сделал длинный высоковольтный провод который идет трамблеру чтобы выпускной коллектор не задевал за рулевой маятник там очень близкое расстояние мало расстояние я поставил рулевой маятник от ижа он крепится на двух на двух шпильках и он пониже сам поэтому там расстояние гораздо больше в общем по подкапотному пространству наверно все переходим вниз пока там масло сливается хотел еще вот о чем сказать стабилизатор поперечной устойчивости я поставил тоже от 40 москвича он самый толстый самый мощный чтоб меньше было кренов плюс я поменял верхние рычаги в подвеске как известно на 40 третьем верхние рычаги они на резьбовых втулках и когда эти втулки изнашивается начинают стучать очень неприятно вот поэтому я поставил рычаги тоже 412 чем они отличаются по креплению вот эти два болта вот они крепления они здесь 12 на рычагах с резьбовыми втулками они 10 то есть надо в подвеске просверлить отверстие побольше то есть десятки на 12 и после этого рычаги встают без проблем вот я подошел к 408 чтобы вам показать вот видите вот эти резьбовые втулки их надо шприцевать они потом начинают стучать в этих резьбах не очень это все приятно и вот видите у них болты тут меньшего диаметра сейчас вот меняю масло решил вам порекомендовать если у вас 412 мотора использовать вот такой фильтр масляный называется он чемпион x128 он гораздо лучше всех наших тут написано газ гораздо лучше всех наших аналогов которые советские постсоветские он реально железный внутри все весит хорошо его не сдавливает давлением большим то есть если у вас моторе там пять очков давления то с ним ничего не происходит вот такие вот фильтры их они мягкие их начинает давлением сжимать и толку от них никакого поэтому всем рекомендую в автодоке в экзисте их можно заказать очень хорошие вещи я только и ими пользуюсь так ну вот мы под машиной что здесь рассказать здесь все в принципе стандартные рулевая трапеция родная они такие же как и на 12 на 40 вам ничего тут ничем не отличается благодаря тому что гидравлическое сцепление уже на 403 можно сцепление подвести трубку соответственно и будет все включаться в отличие от 407 на котором механическая поэтому 12 мотор в 47 ставить это нецелесообразно переделки большие надо будет как-то внедрять гидравлику это все так ну что кору что касается коробки я вам прошлый раз все рассказал вот как это все реализовано подключено вот третья опора самое главное здесь я ее использовал от ижа 412 потому что у него она более более проще крепится вот так как у нас ничего не совпадает теперь крепление к кузову пришлось просверлить две дырки и через шпильки с гайками притянуть эту опору так как если прямо к полу крепить с этот самолет третью опору то получается коробка начинает хвостом цеплять за днище поэтому нужно такое расстояние примерно пару сантиметров вот вот родное крепление на 407 на 403 крепится за хвост коробки там отливка есть на 47 коробки и куда это крепится меня сначала было реализовано через через третью через опору 47 через хомут хомут был прямо надет на на хвостовик ну вибрации идут в общем решил я это все переделать так дальше что у нас идет дальше нужно использовать 408 кардан только он по длине будет совпадать задним мостом 12 и 47 403 они не подойдут глушитель соответственно 412 все то же самое сейчас идем к мосту что касается моста заднего чулок здесь родной но как вы знаете редуктор на 403 455 поэтому все передачи становятся коротким мотор быстро выкручивается надо ставить более скоростной редуктор это либо 422 можно поставить от 408 тогда никаких переделок просто меняете редуктор и и все поехало либо как я сделал это 389 это от 2140 люкс и собственно от 40-х начиная с 82 года вот это самый скоростной редуктор среди москвичей но у вас получается что задний мост узкий а на 40-ом соответственно широкий поэтому нужно использовать полуоси которые с тонким шлицом шли они на москвичах с конца 69 по октябрь 74 года если использовать такие полуоси то они и будут и короткими и соответственно смогут встать в поздний редуктор сороковой 12 в общем вот так так у меня использовано все так еще какая рекомендация здесь шариковые подшипники можно в полуосях поменять подшипники закрытого типа уже современные тогда их не надо будет смазывать в общем во все остальное родное без изменений сейчас еще расскажу про салон так еще я тут залез под 408 меня спрашивали почему я просто не поставил тупо крышку управляющая 408 но одна из причин в том что заливка масла на 408 коробки сверху на 40 сбоку соответственно если у меня картер поздний сороковой то надо там с дырку сверлить чтоб заливать масло вот плюс мне не нравится вот эта конструкция то что здесь вот этот рычаг вот этот рычаг он очень длинный за счет усилия который идет при переключении передачи начинает выламывать сам шток и там начинает течь сальник это болезнь всех восьмых коробок вот этот сальник сейчас во первых тяжело найти а во вторых очень тяжело менять поэтому я чтоб исключить этот вопрос решил не заморачиваться с восьмой коробкой с восьмой крышкой точнее и просто переварить переварить рычаг включения думаю объяснял доходчиво еще одна причина почему я переварил этот рычажок это то что на восьмом рычажок вот это включение передачи он очень длинный за счет этого получается длинные ходы включения передач за счет того что я его сделал коротким у меня соответственно короткие переключения это гораздо гораздо удобней и опять же меньше нагрузок на вал который идет в коробку соответственно меньше разбивается сальник так еще что я забыл рассказать про подкапотное пространство значит родной отопитель печки ставить не получится потому что выход родного радиатора отопителя будет выходить через это отверстие соответственно он упрется в голову и туда вы никакой шланг конечно не подключите для этого я вырезал еще одно отверстие про которое я уже забыл совсем это вот это отверстие родное вот выходит подающий шланг туда входит точнее там он значит в радиатор из радиатора выходит здесь вот здесь нижнее отверстие я проделал и это уже сливной шланг идет что там у нас соответственно под капот в салоне салоне родной корпус печки радиатор здесь стоит от 2110 жигулячий он чуть больше поэтому вылезает габариты отопителя соответственно вот видно два выхода идут туда один входной другой выходной в общем сделал я так таким образом кто-то может чем интереснее предложит что касается салона здесь все абсолютно аутентично чтобы настроение было шестидесятых годов ничего здесь не менялось все как должно было быть единственное что салон здесь родной но не от этой машины потому что с родным салоном тут приключилась беда они расскажу когда буду рассказывать как я нашел этот автомобиль что случилось это салон такой же но с другого автомобиля тоже 403 64 года салон тот же сам салон практически в идеале поэтому мы с моей рукодельной женой решили сделать сюда чехлы она у меня занимается лоскутным шитьем поэтому вчера она сделала классные чехлы которые сегодня мы будем интегрировать сюда очень будет уютно и красиво сейчас покажу сзади у нас такой вот талисман моя фамилия цибульский поэтому чиполлина хорошо олицетворяет наш род если можно так сказать чем это итальянский родственник так ну вот установили мы с русланкой чехлы вот такие красивые загляденье вот она все делала руками представляете это вот каждый треугольничек отдельно вырезанный отдельно сшитый там подложка под ним очень крутая ткань дорогая и все это она сделала своими руками например недели две это делала такая красота более крутых чехлов своей жизни я наверно не видел вот так все это выглядит уютно красота здорово нам не нарадуюсь я вам показать вот мастерская который я сделал своей любимой жене чтобы она могла своим творчеством заниматься тут она шьет вот она рисует у меня художник профессиональный вот тоже подушечки всякие мастерица вот такие картинки рисует красивые очень это не был заказ семейной паре картину надо скоро отдать ну и самое главное пойдем картину покажу здесь висят самые любимые мои картины которые они рисовала это с москвичами вот это где-то в копенгагене мы едем это у нас здесь это ее зеленый москвич на котором она гоняет а это мы едем из грузии где-то в районе подъезжаем к ростову это время ростова такой вот триптих вот еще мне на день рождения руслана сделал такую картину классно это мой любимый тепловоз я железную дорогу тоже очень люблю называется он тэп 60 их уже в россии не осталось живых в белоруссии еще парочка работает очень классный он я очень люблю чем-то москвичами напоминает 403 вот такая классная картина очень сижу тут и любуюсь ей часто ну про техническую часть вам рассказал теперь можно рассказать про историю этого автомобиля купил я его в далеком 2003 наверно году у меня был как-то гараж один гараж я купил вместе с москвичом такой на две машины был туда два москвича помещались я им там занимался и как-то приходит ко мне сосед и говорит слушают вижу тут москвичами занимаешься ты в курсе что у тебя по соседству еще один такой москвич живет ну тут же я в курсе там гараж закрытый туда никто не ходит перед ним дерево уже растет с рук толщиной ствол его договорит там ты на крышу залезть там крыш проломит про проломлена давно там через крышу можно залезть но я залезаю действительно крыши дырка туда пролезаю и стоит этот москвич весь в пыли смотрю он весь в родной краски пробег у нее небольшой заглядываю в салон салон шикарный просто вот муха не сидела все вообще очень в состоянии прям превосходно но конечно по кругу он был на каждой детали было какие-то вмятина какие-то подкрасы каким-то коричневым цветом но в целом машина была достойна сейчас вот фотки вам покажу как он выглядел ну вот так он выглядел этого первая фотография ты его только достал из гаража и привез домой ну москвич мне понравился я стал искать у хозяев нашел этого дядьку который ко мне пришел бы вы не знаете кто хозяин москвича он не рассказал где где живут хозяева пока я с ними там налаживал контакты выяснял что там и да как в общем прошло какое-то время и в очередной раз я решил слазить посмотреть что там происходит с москвичом потому что мне говорят что да какие-то дети лазят постоянно и в очередной раз я залезаю в этот гараж смотрю и о ужас эти долбанные дети нашли в гараже какие-то битум какой-то какое-то масло и все вылили в салон на сиденье то есть все сиденье были облиты каким-то каким-то битумом какие-то черные вообще пятна были жуткие совершенно вот и в салон общем восстановление не подлежал даже если посмотреть здесь видите черные пятна ведь от пятерни это вот после того как они вылили видимо они вляпались в него на сиденье и вытерли руку об потолок с пор это пятно осталось наш потолок родной на этой машине вот в радиатор они залили негрола в общем поглумились но слава богу ничего не разбили все осталось по-прежнему салон конечно был утрачен но я понял что пока там хозяева думают и надо надо что-то делать в общем спилил ночью спилил это дерево сломал замок и в общем москвич этот укатил вот после уже прошествия уже времени какого-то уже там мы договорились и я все это оформил в общем фактически я его украл вот но надо было спасать машину иначе уже нечего было бы покупать и нечего было бы забирать потому что дети это страшная сила вот после этого он очень долго стоял у меня в гаражах то в одном то в другом и потом я подумал а почему мне сделать из этой машины автомобиль для путешествий и для повседневной езды потому как на родном моторе конечно ездить уже даже в те годы уже было достаточно тяжело и было принято решение поставить туда 412 мотор вот эта эпопея у меня длилась достаточно долго и первый выезд уже с этим 12 мотором был в 2006 году с тех пор уже можно сказать началась ежегодная его эксплуатация ездил я исключительно летом и постоянно что-то усовершенствовал то одно то другое сейчас вот покажу фотографии с различных путешествий истории всякие связанные с ними это наша первая поездка на этом москвиче за границу это финляндия хельсинки мая 2008 года посещали разные музеи тоже в другие годы эта выставка в лахте ретро автомобилей ежегодная в мае проходит тоже очень классная эта машина наших друзей жигули димина и волга алексея из петрозаводска живут уже в финляндии давно это открытку мы купили ретро и сделали такой же калаш на том же месте сфотографировали 59 2012 год это нижний новгород мы ездили в горький классик это на автостраду ездили в калужскую область в тулу соответственно тоже свадьба друзей наших целый кортеж был из москвичей но самая яркая и незабываемая поездка бывает наверно грузию в мае 2013 года очень нам там понравилось ездил с нами наш финский друг дима специально из хельсинки прилетел эта дорога на перевал из владикавказа в грузию единственная официальная автомобильная дорога где граница вот очень там красиво конечно горы казбек гора казбек наверху перевал в мае месте там снега по по шею вниз уже когда спускаешься то дождь то солнце погода меняется постоянно в общем дорога очень красивая рекомендую всем туда поехать это здорово это вот мы уже вниз спустились от гора казбек видно вот проезжали макубу иран шутка конечно это так поселки в кабардино-балкарии называется этот город кутаиси тому же этот дом в котором мы жили в сенаке у наших грузинских друзей город порт поти это мы ездили в батуми это пляж в кабулете черное море красота это вот встретили москвич грузинский взять к общались это дорога боржоми бакуриане узкоколейная тот курорт бакуриане горнолыжный очень там тоже живописно здорово красота такие там горы дороги это город тбилиси очень классно нам там очень понравилось такие люди душевные опять тбилиси это город горе где родился сталин это на обратном пути мы ездили в чигемское ущелье это в кабардино балкарии там водопады очень тоже красиво очень нам понравилось а на следующий день после приезда из грузии я попадаю в аварию чем на перекрестке один идиот на бмв просто передо мной решил повернуть и я на всю дурь в него врезался вот так вот выглядела бмв после удара он уехал на эвакуаторе а я поехал своим ходом по страховке мне все выплатили и я буквально за две недели с моим грузинским другом у которого я собственно и жил в грузии в его доме в общем мы с ним все восстановили 2014 году мы после того как крым стал российский поехали в крым на москвиче спустя десять лет предыдущий раз мы там были в 2004 году поехали посмотреть на настроение как народ на это реагирует какие что что говорит почему очень классно мы по проехались по всему крыму от феодосии до евпатории на пароме помню стояли 16 часов это мы были в 2004 году от фотографии на сороковом москвиче город саки под евпатории вот на евпатории катались на старых годах трамваях очень классно было 2015 году мы решили проехать на москвиче вдоль волги от самары до калмыкии это мы доехали до самары и оттуда спускались к аспийскому морю чем это вот самара такая красивая саратовская область и заезжали к нашим друзьям город балакова с ними ездили там по местным красотам они нас возили вот этот саратов саратова ехали когда в сторону волгограда заезжали на утес степана разина очень классный утес такой берег высоченный очень здорово там красиво очень понравилось астраханская область маки черепахи дорогу перед перебегали и вот мы уже на границе с калмыкии в общем там оказалось дороги нет вообще уже стали возвращаться и волгограде мы отмечали 70-летие победы на моем кургане в прошлом 2019 году мы поехали в латвию к наш заехали к нашим друзьям оттуда поехали в клайпе до литва там сели на паром и поплыли в германию в город киль оттуда в город бремен и из бремена уже через всю скандинавию поехали то вот копенгаген дания оттуда в швецию в стокгольм и уже оттуда через нашего финского друга через финляндию вернулись в москву вот такая вот история про этот автомобиль вот столько мне с ним связано много путешествий надеюсь вам понравилось так что то ли еще будет в этом году мы тоже планируем поездку буквально в следующем месяце думаю будет интересно расскажу вам про нее ну всем пока